Amiga.me представляет Новая РПГ по популярному аниме Hunter x Hunter Вы соскучились по Гону и Килуа? Ведь аниме закончилось несколько лет назад Не беда, создай свою команду и не дай злобным тварям взять верх над человечеством Сотвори свою историю вместе с Гоном и Килуа Ссылка на игру в описании под видео Эх, продался Что можно ожидать от древнего Сёнона? Старых сюжетных ходов, клишированных персонажей И стандарты во всём отрисовке до характеров персонажей Однако с Охотником всё вышло немного иначе, чем я ожидал К нынешним тайтлам всё вышесказанное можно применить в куда большей мере, чем именно к Охотнику Что удивительно Можно даже сказать, что Hunter x Hunter оригинален в своей клишированности Казалось бы парадокс, но на самом деле так и есть Теперь давайте же поконкретнее разберёмся на примере нескольких первых серий Как такое вообще возможно? Сложно судить о такой эпохальной вещи в кругах анимелюбов, как Hunter x Hunter Огромное количество фанатов и общий вклад в развитие аниме и жанра оно внесло Посему судить о нему и сложно, и даже очень сложно Особенно, что касается критики его Слишком немаленький бэкграунд за этим всем стоит И надо быть очень осторожным Но это я так отвлёкся, чтобы жопу свою прикрыть слегка Продолжим Наверное, самое слабое в этом тайтле это завязка Которая может показаться скучной, клишированной опять же Ибо напоминает кучу тайтлов, что ты уже видел Как старых, так и современных Однако, на фоне этого нам рисуют привлекательных и далеко не плоских персонажей Ситуации, в которые они попадают И главное, делают из них выводы Развиваются, растут как личности И за этим, чёрт подери, интересно наблюдать Даже в нескольких первых серий это чувствуется сразу И интерес подогревается не слабо так А что такое охотник? Мир полон загадок Охотники пытаются разгадать их и найти редкие и необычные вещи Скажу сразу, я буду основываться на сериале 99-го года И, в принципе, всё плохое можете отметать Что я скажу Хотя особо, опять же, ругать даже не собираюсь, в принципе А вот если соберётесь начинать с ремейка 11-го года То всё нормально, ибо там Мэтхаузы А они своё дело, как известно, знают Собственно, чар-дизайн начала нулевых сразу бросается в глаза И тут есть два стула Либо выценитель такого, и вам заходит сразу Либо нет И тогда я бы вам советовал подальше свои мысли засунуть Ибо нормально же всё сделано Чё вы? К самому качеству картинки можно придраться смело Ну уж, извините, 99-й год и при просмотре на телике Эдакая мутность или зернистость Ну, в общем, размытая такая картинка появляется Но, опять же, в этом тоже есть свой шарм Такая грязноватая картинка не мешала восхищаться тем же оригинальным Берсерком Или тем же Евангелионом Тем не менее, в слишком уж статичные кадры визуал тоже не скатывается То грамотно кадр анимируется сам по себе То, в принципе, хватает движения на экране Ну, там ветерок какой-нибудь, птички летают и прочие мелочи Которые оживляют мир, который рисуется нам на экране Гипертрофированные монстры тоже слегка вбиваются из общей картинки Но, эй, это же фэнтезия, без этого просто никак Ну и экшон Хорош, для своего времени особенно Динамика чувствуется повсеместно Короче, сильно боялся, что картинка будет резать глаз Однако, получилось с точностью до наоборот Поступай, как знаешь Спасибо Ну, а вот по звуку и музыке тут особо отметить мне, наверное, нечего Все довольно средненько Ничего не выбивается, и из общей фэнтезийной сенанской массы Все, по сути, к месту Озвучка тоже просто неплоха Вроде в одной сцене ты героям веришь А в другой они как-то безбожно начинают переигрывать И иногда в этом винегрете сложно заставить себя переживать за главных или второстепенных действующих лиц Повторюсь Иногда Ну и старые звуковые эффекты дают о себе знать повсеместно Что иногда сильно коробит ухо, но, повторюсь, не фатально До кровоизлияния из ушей не доходит Просмотру совершенно не мешает А иногда даже наоборот, музыка подогревает всю атмосферу, что редко когда можно встретить на самом деле Можно попробовать? О, какой смельчак! Кроме того, что у вас перед глазами происходит консервативного подхода ко всему в принципе Озвучки... местами, опять же повторюсь Особых косяков примечено не было Правда, есть субъективная личный для меня минус Многосерийность На фоне первых пяти серий я уже вижу потенциал сериала Но я четко понимаю, что оверсто серий я попросту не выдержу Как и не выдержал Dragon Ball, Fairy Tail и прочие схожие Хотя они были, ну, откровенно сказать, неплохие Однако, при должном настрое и, надеюсь, хорошем сценарии в дальнейшем Такая отрицательная черта нивелируется сама собой Да, многие вещи покажутся вам клишированными до нельзя Типа мальчик ищет отца, который был знаменитым охотником И поэтому сам идет по его стопам, становляясь, собственно, охотником Длинное путешествие, экзамен на охотника Практически ни один Сёнэн сейчас без такого не обходится в той или иной мере Гон собирает команду и так далее Но фишка в том, что это именно старый подход, даже хрестоматийный И некоторые ходы сюжета, раскрытие персонажей и в целом мир Сейчас могут показаться чем-то новым Например, я приметил много схожего с One Piece'ом Не в четких заимствованиях, конечно А скорее в какой-то неуловимой атмосфере и подаче самого сюжета При просмотре вспоминаются только хорошие представители жанра Неудивительно, ведь многие охотникам и вдохновлялись Что приводит нас к выводу, что Hunter x Hunter прошел проверку временем И его можно смело смотреть в 2К17 Особенно, если вы считаете, что жанр сей погряз в самокопировании То, несомненно, советую ознакомиться с охотником Вот я честно после черного клевера вообще не горел желанием вглядываться в что-то подобное Но деньги за рекламу и давняя пометочка «Наконец-то посмотреть охотника» взяли надо мной вверх Но больше всего, конечно же, деньги В итоге смотреть можно и даже нужно в определенной мере Если не смущает графон, хотя есть ремейк 2011 года, опять же повторюсь от Мэтхауза, где с визуалом все прекрасно Так что особых причин, окромя непреемственности жанра и старенького визуала, не смотреть нет Как-то так Спасибо за просмотр Не забываем подписываться на канал, жмакать колокольчик Писываться на Patreon или просто донатить Если есть желание поддержать канал материально И ускорить выход новых видео Вот теперь точно все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok